Доброе утро! Как и обещали у нас на прямой сези из Покачей, Елена Люблянина, заместитель директора детской школы искусств. Елена Евгеньевна, доброе утро! Доброе утро! Скорее рассказывайте, как начали учебный год? Ну, учебный год, конечно, у нас начался просто прекрасно. Первое сентября проходит в рамках Дня открытых дверей. Это проводятся классные часы с родителями и обучающимися. Ну, как было сказано в сюжете, в этом году у нас был год реализации федерального проекта «Культурная среда». Да, нам есть чем похвастаться. Мы приобрели достаточно много музыкальных инструментов. Также учебная методическая литература, звуковое оборудование. Также тренажеры для хореографии. Это фирма «Хиалма». Они вообще во Владивостоке находятся. У них эксклюзивные тренажеры. Как бы в России у нас больше таких производителей нет. Вот. Все, конечно, очень радует, что проект мы завершили вовремя. Нас не подвели поставщики. Ну, все просто прекрасно в плане реализации этого проекта. А какие инструменты уже появились и какие еще вы ожидаете? Ну, мы проект реализовали полностью, поэтому мы в данный момент ничего больше не ожидаем. Мы закупили скрипки, как ученические, так и концертные. Саксофоны, балалайку, концертную взяли, электронную ударную установку «Роланд», звуковое оборудование, как было сказано. Это комбоусилители, это саббуферы. Вот, значит, синтезатор уже назвала, скрипки, саксофоны. Классические гитары. Ну, наверное, все. Ну, в общем, весь набор, да? Скажите, а можно ли утверждать наверняка, что обучение на новых инструментах более эффективно, чем на старых? Ведь, казалось бы, старые инструменты уже притертые, приигранные, да? И откликаются на музыканта, а новые надо еще настраивать. Или нет? Ну, нет, здесь не совсем верно, потому что инструменты, у них тоже есть срок амортизации. В любом случае они изнашиваются. И, конечно, новые инструменты, это всегда здорово. Нашим инструментам, которые мы заменили, как бы здесь у нас больше духовые и струнные, им более 20 лет. То есть они уже себя выработали. Но это не значит, что те инструменты, которые мы заменили, что мы старые спишем. Мы также где-то проведем работу по восстановлению, и они также будут у нас в обиходе. Понятно. Расскажите, пожалуйста, о преподавательском составе. Кто прививает любовь к музыке, ребятишкам? Преподавательский состав у нас прекрасный. Значит, у нас 29 преподавателей, 25 из них имеют высшую категорию. Преподавательский состав, половина коллектива у нас еще такой старой школы, советской, так скажем. В этом году в нашем коллективе появился молодой специалист по классу гитары. Это приглашенный специалист. Но, несмотря на то, что преподаватели у нас взрослые, они у нас и играющие, и поющие. То есть у нас в школе три коллектива, это педагогические, это вокальный коллектив настроения, ансамбль русских народных инструментов «Северные узоры» и эстрадно-духовой оркестр «Мелодия». Ну, а если говорить об обучающихся, там уже есть юные звездочки, уже зажглись таланты? Конечно, очень много деток продолжают свои творческие специальности дальше. Учатся у нас в этом году конкретно три наших выпускника поступили в Санкт-Петербургскую консерваторию, колледж одаренных детей «Севера», это Уральская консерватория. То есть многие детки продолжают учиться, как еще и в ГИТИСе. То есть очень много, очень сложно кого-то выделить, потому что очень много и коллективов, и деток, которые продолжают обучение, которые, как вы правильно сказали, звездочки нашей школы, нашего города. Кого-то очень сложно выделить конкретно, потому что очень много таких детей, очень много детей, которые прекрасно рисуют, работы берутся на билборды торцы домов, то есть воспроизводят их картины. То есть граффити, муралы, да, вот эта вот история. Скажите, а какие направления самые популярные все-таки? Популярные направления в школе у нас все. То есть сейчас, да, мы больше делаем упор на предпрофильные программы в соответствии с федеральными государственными требованиями, и поэтому востребовано все. То есть муниципальное задание мы выполняем полностью, мало того, еще приходят у нас на платные услуги, детки просятся, потому что, ну, это востребовано. Это и музыкальное исполнительство, вокальное, хоровое, хореографическое, и изобразительное искусство. То есть востребовано все, детки идут по всем направлениям. Елена Евгеньевна, спасибо вам огромное за беседу, мы желаем вам продолжать в том же духе и творческих успехов, и максимальное количество звезд для Югры. Спасибо большое, хорошего дня. Спасибо, всего доброго, до свидания. До свидания.